В этом году аэропорт Иваново отмечает 85-летие. Это один из старейших аэроузлов в стране. Старожилы еще помнят, когда полеты осуществляли по 37 направлениям. Были и международные рейсы, и в страны Средней Азии, и межрайонные, в Лухно-Синокос. Пережили тяжелые 90-е. Два года аэропорт простаивал. Возрождать его начали во второй половине 2000-х. Лучше авиации ничего нет, да, Сергей Юрьевич? Да. Поэтому все, кто работали, даже из пилотов, мы стараемся сюда возвращаться. Первые самолеты в 2008 году летели в Москву. С тех пор аэропорт динамично развивается. 6 декабря 2023 года через Иваново перевезли 100-тысячного пассажира. 9 февраля в России отмечают День гражданской авиации. В 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, который перевозит пассажиров. За последние 25 лет в аэропорту Иваново перевезли 107 тысяч человек. Пассажиры потока аэропорта вырос в пять раз. Сейчас самолеты летают в Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные воды. У нас авиаперевозки осуществляются по четырем направлениям. Они все круглогодичные. За последние годы Ивановский аэропорт стал одним из самых развитых аэропортов среди наших соседей под СФО и наиболее динамично развивающихся. Самое популярное направление – Санкт-Петербург. Рейсы выполняют ежедневно. На посадочной полосе самолет и кар. В кабине пилот, который мечтал о небе с детства. Теперь мечтает летать на российских самолетах. А молодым советует не бояться высоты. Я летаю уже 25 лет. Работа мне очень нравится. Работаем по графику. Как запланируют, так и работаем. Всякое бывает. Бывает и страшно. Я думаю, конечно, нужно попробовать себя. И в этом деле, если душа просит этого, я думаю, стоит. Последние годы авиакомпании ориентированы на развитие межрегиональных направлений. Рейсы в Минеральные воды организовали в августе 2023 года по поручению губернатора Станислава Воскресенского. В прошлом году на Кавказ перевезли почти 7 тысяч человек. Рейсы не такие продолжительные, не длинные. И обычно все достаточно легко проходит. Я 7 лет работаю. И за 7 лет у меня ни разу никакой ситуации не было в форс-мажорной. Страна большая. Пассажиры приветствуют развитие всех направлений. Тем более, что порой билеты на борт самолета и в купе поезда, например, на Санкт-Петербург, стоят примерно одинаково. А вот добираться по железной дороге куда дольше. Вместо 2-х 15 часов. На данный момент в аэропорту Иванова работают больше 130 сотрудников. 9 февраля день работников гражданской авиации. И в этот день хотелось бы поздравить всех сотрудников аэропорта Иванова, всех сотрудников авиакомпании, которые к нам летают, и всех причастных к авиации. На будущее аэропорт Иванова рассматривает такие направления, как Махачкала, Екатеринбург, Казань, Горно-Алтайск. В дальнейшей перспективе Мурманск и Краснодар. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».